Всем привет! Поздравляю с наступившим Новым Годом! Желаю вам успехов в развитии каком-то карьерном, и не только. Самое главное – счастье и удовольствие от жизни. Я решил потихонечку начать год с продолжения аппаратной части. Сейчас немножко пробежимся по процессорам в 80-х годах, и уже скоро будем подходить к актуальным процессорам, тому, какими характеристиками они измеряются, как их выбирать, и вообще обстоятельно разберем все, что относится к современным процессорам, как к десктоповым, так к серверам, так и к разным интересным отдельным конфигурациям процессорным. После чего, я думаю, я вам все-таки сделаю наконец-таки тест на аппаратную часть, но это будет ближе видно к делу. В прошлый раз мы с вами говорили, что в первой половине 80-х годов у нас были 16-битные процессоры уже, и было две основные компании, которые боролись, причем Intel. Это были и Motorola, и Intel шла с большим отрывом. Значит, у нас в 85-м году появился первый 32-битный процессор от Intel. Это процессор Intel 80386. Применялся он у нас в компьютерах, в настольных ПК, до сегодняшнего дня до сих пор еще бывает используется. Но не в компьютерах уже, а в каких-то контроллеров, в какой-то встраиваемой технике. У него точно даже 86-я архитектура, то есть она обратно совместима со своими предыдущими процессорами 8086, 80286 и так далее, но у него выше тактовая частота и меньшее количество тактов синхронизации при выполнении программ. Поэтому он делает это все намного быстрее. Я вам брошу ссылку, опять же, на статью по нему очень хорошую. Там рассказано, насчет чего он так очень хорошо работает. Значит, основное его такое новшество заключалось в том, что он был 32-разрядным. То есть это первый 32-битный процессор. До сих пор у нас есть много 32-битных процессоров. И, значит, первый появился у нас в 85-м году. Вся его архитектура была расширена до 32-бит. То есть у него и регисты 32-битные, и шины. Все у него 32-битные. И у него доработает защищенный режим работы. Причем у него там были ошибки в первой серии процессоров. Там были ошибки. Он не мог корректно умножать 32-разрядные числа. Но этого никто не мог проверить, потому что на тот момент еще не было 32-разрядных операционных систем. И только потом, когда такие операционные системы появились, стали поправлять эти ошибки и перемаркировали процессоры как процессоры только для 16-битных операций. И все процессоры, которые уже были исправлены, в которых была исправлена эта ошибка умножения 32-разрядных чисел, они имели вот эту маркировку 2-сигмы. Вот у нас на слайдике она есть в нижней части процессора. Основной недостаток такого процессора заключался в том, что он очень дорого стоил. И поэтому его как-то не торопились покупать. Тогда Intel решил его урезать. И появился 80386SX. Тот прошлый процессор назывался DX. А это SX. Урезали они что? Они урезали практически до 16-бит внешнюю шину данных и до 24-бит адресную шину. То есть они порезали шины, а при этом сам процессор оставался 32-разрядным, но при этом скорость обмена с ним, соответственно, уменьшалась. Первый компьютер, который стал использовать процессоры семейства 386, был компьютер от Compaq. Была такая компания у нас Compaq, которая потом поглотила HP. Она в свое время тоже много кого поглощала. В общем, это была интересная компания, которая создавала компьютеры. И на тот момент у нас IBM не стали торопиться. У них был долгий контракт на использование предыдущих процессоров 286. И поэтому они продолжали выпускать компьютеры под них. Compaq же стал первым производителем компьютеров, который стал использовать процессоры 32-битные. И это сыграло очень сильно в его пользу. Он прям существенно подтеснил IBM на тот момент на рынке. У 386, как раньше у всех процессоров Intel, было очень много клонов. Intel потихонечку начал уже закручивать гайки с лицензированием. То есть сначала он разрешал всем производить клоны своих процессоров. Уже к этому моменту к 32-битным процессорам он стал уже ограничивать какие-то лицензии, пытаться контролировать использование клонов. Но на тот момент AMD, Cyrix, IBM и еще несколько компаний уже начали копировать 386-й процессор. Там был какой-то нюанс с лицензированием AMD. Intel подал в суд на AMD, потому что AMD решил производить все процессоры Intel. А Intel пытался утверждать то, что он разрешал делать клоны всех процессоров, кроме последнего 73-186. Ну не суть. В общем, AMD выиграла на тот момент суд, стала производить клоны. И AMD, и этим он славен до сих пор, стал делать более крутые клоны, чем оригинальные процессоры Intel. То есть в данном случае это был более экономичный процессор, он меньше жрал энергии и намного больше, быстрее работал. И в принципе AMD этим известен до сих пор. При этом еще и стоимость AMD была дешевле, чем у модели Intel. И его стали очень активно везде использовать. AMD долго занимался клонированием вообще процессоров Intel на тот момент, но вот впервые он заявил о себе после создания клона следующего версии процессора Intel. То есть это, видите, 386DX, клон 386DX Intel. А клон 386DX AMD сделала вообще с нуля сама. И это считается первой разработкой AMD. Несмотря на то, что это все-таки по сути клон Intel'овского 386DX, у которого урезаны шины D16 и D24 вид. AMD по сути переработал полностью эту версию кристалла процессора, использовал другой техпроцесс, использовал другие технологии, и сделали вообще невероятно экономичный процессор, который стал очень выгодно использоваться в различных портативных устройствах. И было вообще, нужно сказать, очень много удачных клонов, и я вам ссылочку дам на тот момент. Но AMD вот, можно сказать, то, что с этого момента заявила о себе, и, как вы знаете, существует до сих пор. Правда, у них на сейчас уже нет своих никаких производительных мощностей, они не имеют своего производства, но, тем не менее, процессоры до сих пор клепают. Intel, тем временем, стала заниматься следующим поколением процессоров и стали разрабатывать процессоры семейства 4.8.6. То есть это то же самое семейство 8.6, та же самая 8.6-та архитектура, те же самые системы команд, то есть это то же самое семейство 8.6, но это уже следующее поколение процессоров. Причем тут уже Intel пришлось очень сильно помучиться, так как Intel продолжал быть спереди планеты всей, ему надо было двигать производство процессоров. Они поняли то, что им нужно больше напихивать транзисторов туда, нужно сделать процессор производительным, но в то время еще технологии не позволяли размещать на той же самой площади все больше и больше транзисторов. И поэтому пришлось разработчикам дополнять существующую архитектуру, полностью перестраивать архитектуру процессора, и тут появилось очень много интересных таких понятий, как сопроцессор, кэш-память, конвера и множитель. О них мы сейчас поглядим на слайдер, значит, отдельно. Если говорить о кэше, кэш у нас до сих пор есть такое понятие в каждом процессоре, причем тут очень интересно следить. Значит, кэш, как вы понимаете, это отдельная какая-то память, отдельный такой буфер, в котором хранится информация, которой часто обменивается процессор с оперативной памятью. То есть такой промежуточный буфер между оперативной памятью и процессором. Так вот эти все кэши, вот 4 уровня на сегодняшний день, насколько я знаю, есть, 5-го еще нет. В начале они существовали как отдельный чип на материнской плате, и затем они в дальнейшем интегрировались на кристалл процессора. То есть в начале у нас появился только первый кэш уровня первого L1. Он на тот момент у нас тоже существовал отдельно, как отдельная микросхема, но когда появился 486-й процессор, этот кэш L1, он уже был интегрирован на кристалл процессор. Обычно этот кэш разделен, к слову сказать, на два кэша. Это кэш-команд и кэш-дан. И без этого кэша, как правило, процессоры не могут функционировать. Этот кэш работает на частоте процессора, и, соответственно, к нему можно обращаться за каждый исполняемый такт работы. Кэш нужно понимать то, что чем он ближе к процессору, то есть первый уровень максимально близкий к процессору, тем он меньше, но тем он намного скоростней. L2 кэш, он появился немножко попозже, тоже сначала был реализован как отдельная микросхема на материнской плате, затем он интегрировал на один кристалл с процессором. Кэш L2 обычно используется отдельно каждым ядром процессора, то есть у каждого ядра процессора свой кэш второго уровня. Так было изначально, а на сегодня в наших многоядерных процессорах у нас этот кэш общий для каждого ядра, то есть это кэш совместного использования. Затем у нас появился кэш третьего уровня. Третий уровень, он еще медленнее, чем кэш L1, L2, но он уже больше, там уже 24 мегабайта где-то, ну бывает побольше. Работал все равно быстрее, чем оперативная память, поэтому считается кэшем. Он использовался в многопроцессорных системах и находится в общем пользовании для синхронизации данных между кэшами второго уровня. То есть это уже кэш, разделенный между процессорами. Если второй кэш, разделенный между ядрами процессора, то третий это кэш между процессорами. И еще существует кэш четвертого уровня. Это очень такой, раньше использовался кэш в многопроцессорной тоже архитектуре, когда у вас были какие-то мейнфреймы, высокопроизводительные серверы, и между ними нужно было кэшировать данные. Сейчас кэш четвертого уровня, я не помню название этого процессора Intel, когда до него дойдем, я скажу. Этот кэш используется для обмена информацией между процессором и графическим процессором, который расположен на кристалле. То есть у нас сейчас в современных процессорах уже есть графическая память на самом кристалле. То есть графический процессор находится в том же самом корпусе центрального процессора. И L4 кэш, он используется для баферизации данных между процессором и графическим процессором. Но это все произошло намного позже. Сейчас мы говорим только о кэше первого уровня, который в процессорах семейства 486 появился впервые на кристалле самого процессора и стал использоваться для буферизации данных между оперативкой и центральным процессором. Появление этого кэша очень сильно усложнило саму конструкцию процессора, появилось намного больше транзисторов, стало намного выше энергопотребление и тепловыделение, и поэтому впервые стал использоваться кулер на процессоре. До этого кулеры были не нужны, процессоры так не грелись. Как только появился кэш первого уровня, уже стало необходимо охлаждять процессор активно, крутить вентилятор в воздух на него или от него. Следующее понятие, которое появилось в 486 семействе, это конвейер. Это отдельный способ организации вычислений, который до сих пор используется в современных процессорах для повышения их производительности. Идея в организации вот этого конвейера заключалась в том, что у нас все команды разбивались на последовательность независимых стадий, и в результате выполнения каждой стадии сохранялся результат. Это позволяло управляющим цепям процессора получать инструкции со скоростью в самой медленной стадии обработки, но намного быстрее, чем если бы они использовали полную эксклюзивную обработку каждой инструкции от начала до конца. То есть это такое первое распараллеливание команд. И вот из организации вот этого конвейера, в принципе, растут многие современных параллельных вычислений. На картинке у меня на слайде картинка из Википедии, ссылку я вам дам. По вертикали у нас независимые инструкции, по горизонтали время. И здесь видно то, что в каждый момент времени процессор, в принципе, обрабатывает параллельно пять различных конвейеров. И получается у нас такой серьезный выигрыш производительности. И при этом тут не только выигрыш производительности, но и еще и упрощение процессорной архитектуры. И используя этих вот конвейеров, кроме того, очень хорошо сказалось на том, что процессоры стало можно разгонять. Об этом будем говорить в следующей презентации. И тогда же появилось такое понятие, как оверклокинг. На хабре есть хорошая статья именно по конвейерам, ссылку на. Следующее, что появилось в 486 процессоре, это сопроцессор. Это отдельный такой вычислительный модуль с какими-то прикладными задачами. Физически такой сопроцессор мог быть отдельной микросхемой или мог быть встроен в центральный процессор. Как раз в 486 он тоже был встроен в центральный процессор, находился в том же самом корпусе. В 486 использовался математический сопроцессор, и он как раз позволял выполнять операции с плавающей запятой. И чем самым он как бы повысил очень серьезную производительность 486 процессора. До появления 486 процессора на материнской плате был отдельный такой сокет для подключения именно сопроцессора для выполнения каких-либо задач. Собственно, с 486 УДХ, как я и говорил, этот сопроцессор был интегрирован в сам корпус центрального процессора и стал называться FPU, Floating Point Unit, то есть модуль для выполнения операции с плавающей запятой. Мы о ней говорили об этой операции на прошлом занятии. И последнее, что такое интересное появилось в 486, это множитель понятия или коэффициент умножения, по-разному называется. Это число, на которое умножается частота шины, в результате чего мы получаем реальную внутреннюю частоту процессора. То есть, нужно сказать, что большинство современных процессоров этот множитель заблокирован. Тем не менее, у меня на слайде, вы видите, параметр BIOS, где мы выбираем вручную как раз-таки умножитель, чтобы определить частоту нашего процессора. Суть этого множителя заключается в том, что если мы, допустим, ставим множитель равный 3, ну или как в данном случае 13, то процессор будет выполнять 3 внутренних цикла за 1 цикл системной шины. Или 13 циклов за 1 цикл системной шины. То есть, это тот параметр, сколько циклов делать процессору за 1 такт системной шины. Это и есть множитель. То есть, если у нас частота шины с вами составляет 200 МГц всего лишь, как в данном случае на картинке, а коэффициент умножения 13, то мы получаем сразу 2600 МГц. Это тактовая частота работы процессора. Кому непонятно будет этот момент, потому что я чувствую, я его как-то так невнятно рассказываю, напишите в комментариях к видео, я вам брошу какую-нибудь точную уточняющую ссылку. Первые модели 486 не имели этих множителей. Это потом уже, когда появились 486 DX2 и так далее, DX4. Там стали появляться множители. Но все равно это все началось с 7 месяца на 486. Intel у нас, значит, все активнее и активнее защищала разработки патентами. Клонов было все равно полным-полно. 486, это AMD, и Cyrix, и APM, и Texas Instruments. У Motorola был свой первый полностью 32-битный чип 68020 у нас на картинке. Я о Motorola так особенно не рассказываю, потому что они тоже делали все хорошо, но постепенно с рынка вывалились, и Intel все захватили, поэтому сами будете читать по Motorola. У Motorola точно так же главной областью применения были компьютеры Macintosh, в то время как у Intel это были IBM и вот Compact. Кроме того, Motorola вставила свои процессоры в системы Sun, Hewlett-Packard, Alpha Micro Systems и так далее. То есть, к концу 80-х годов у нас ситуация на рынке не сильно изменилась. Intel первый выпустил свой 32-битный процессор, после чего его клоны стали очень успешно делать AMD. Motorola продолжал развиваться параллельно, но не так успешно, как Intel и AMD набирающие обороты. Как-то долго неожиданно получилось, я еще хотел вам политинформации вначале немножечко дать новогодний, но ладно, видимо в следующем видео. Значит, мы определились уже сейчас, что у нас происходило с 32-битными процессорами на конец 80-х годов. С 90-х годов начнется поинтереснее, потому что это уже было рядом с нами, мы это помним, мы, скорее всего, трогали эти процессоры руками, поэтому пойдет пожиреем. Спасибо, что смотрели.